Если да, то за 15 лет мы смогли бы войти с ней в контакт и выяснить имя ее первоиерарха. Это архиерея российских приходов зарубежной церкви в России. Почему же они поминаются до нашего первосвятителя митрополита Лавра? Возглавляют ли они нашу зарубежную церковь? Это нынешняя иерархия московского патриархата? Если да, то почему бы об этом открыто не сказать? Православная церковь не знает анонимных или обобщающих формулировок в отношении поминовения священноначалия. Наш нынешний кризис и заключается в том, что мы первым поминаем православное епископство церкви российские. И не знаем, кто это. Не зная этого, мы не можем знать, кто мы. Люди в нашей церкви, в особенности архиереи и духовенства, сведущие в канонических вопросах, понимают, что зарубежная церковь находится на границе канонической катастрофы. Церковь можно уподобить семье, семье Христовой или, по слову святого Иоанна Златоуста, семье единородного. Если дети одной семьи между собой в ссоре и не разговаривают, то не нарушают ли они тем самым семью, доверенную им родителями? Если внутри поместной церкви или между поместными церквами нет единства, можно ли говорить о единой церкви? Единство церкви не что-то второстепенное, а сама сущность бытия в церкви. 16 лет прошло с тех пор, как власть в России перестала быть атеистической. На сегодняшний день прихожане Русской зарубежной церкви более или менее определились к нынешнему объединительному процессу. К сожалению, полного единомыслия по этому вопросу нет, как и не было единомыслия даже в рядах нашего епископата по вопросу канонизации святых новомучеников российских и в особенности место царственных старотерпцев в сонне новомучеников. В тех кругах, которые довольно активно и непримиримо сопротивляются нынешнему объединительному процессу, не наблюдается процесс осмысления, роста, понимания нашего положения. И, как нам кажется, никакие сроки не помогут им в этом. Как только церковь в России выполняет одно требование, например, отказ от современной молитвы с инославными и осуждение экуменической теории ветвей, так со стороны этих лиц выдвигаются новые требования, например, прекращение всех собеседований с инославными и немедленный выход из Всемирного Совета Церквей. Такие люди, как отметил протеерей Пимен Саймон на 4-м всесорубежном соборе, уподобляются староверам. Только личный опыт, живая встреча с современной православной Русью могут смягчить сердца этих людей и дать им то радостное, светлое, обнадеживающее в церковной жизни России. В наши годы учебы в Святой Троицкой семинарии нам, семинаристам, говорили, что барометр церковной жизни – монашество. Там, где как сектанты, там здоровая церковная жизнь. За 15 лет патриаршества патриарха Алексия II число монастырей в России выросло в 30 раз – с 21 до свыше 600. То есть в России почти в два раза больше монастырей, нежели приходов у русской зарубежной церкви. Думается, что ни один противник прославления новомучеников как за рубежом, так и в России в настоящее время не может не признаться, что дело прославления было великим делом. В православной церкви чуждо народовластия. Как мы можем поминать патриарха, бывшего агента КГБ? Действительно, в советские годы некоторые иерархи церкви в России шли на определенные уступки. Это не секрет, что когда апостол Павел был еще савлом, он был ярым гонителем христиан. Однако архимандрит Иустин Попович писал, что мы, православные христиане, являемся истинными учениками Христовыми не потому, что у нас меньше грехов, чем у других людей и народов, и тем, что у нас есть вера, покаяние и смирение перед Бога человеком единым, непогрешимым и безгрешным. Этот путь покаяния открыт для всех без исключения. По словам святого Иоанна Крестителя, сотворите же достойный плод покаяния. То есть не словами надо каяться, а делами. Патриарх Алексий принес покаяние. Он, совершая литургию ежедневно, более трехсот раз в год, вымаливает и свои грехи, и грехи своей паствы. Для святейшего патриарха Алексия молитва – самое главное в его несении креста предстоятеля церкви, что подтверждается его словами. «Как можно чаще я стараюсь совершать литургию, и в таинствах церковных божественная благодать восполняет и укрепляет немощные человеческие силы». Из интервью журналу «Встреча», номер 19, 1, дробь 2005. «При его первосвятительстве ежедневно открывается по три храма в день. Он, несомненно, заботится о православном просвещении, в борьбе с растущей в России пропагандой безнравственности. Он располагает доверием и любовью своего всероссийского клира и народа. Не является ли это плодом покаяния, и можем ли мы это отрицать? Церковь на земле, ища спасения грешников, не изгоняет их из своей среды. Мы должны признать и милостью Божией на четвертом всезарубежном соборе признали, что были совершены ошибки в прошлом, и нам теперь приходится за них платить. В качестве примера одной из таких ошибок на соборе приводилось принятие в состав зарубежной церкви некоторых российских приходов. Возможно, что принятие приходов на территории России было переходной стадии, мостом между русскими на Западе и в России. Но, с другой стороны, ведь указ номер 362 патриарха Тихона и наше собственное положение не допускали основания епархии или открытия приходов в России. Также не позволяли они вмешиваться в дела Элладской церкви, имеется в виду хиротонии греческих старостильных архиереев, совершенные иерархами русской зарубежной церкви в 1962 году. Греки-старостильники ныне разделились на многочисленные группы, не признающие ни друг друга, ни кого-либо из поместных церквей, и вносящие смущение в церковную жизнь. Их хиротонии не были одобрены митрополитом Анастасием и архиерейским синодом, и только в 1969 году уже при Филарете были подтверждены. Преснопамятный архиепископ Антоний Женевский говорил, что нельзя требовать покаяния от московской патриархии, а с нашей стороны ничего не делать, и мы должны покаяться. В нашей истории есть язвы, расколы Суздальские, Лазарево-Одесские, Пантелеимовские. Конечно, мы не вправе упрекать наших покойных архиереев. Они искренно желали блага церкви. Но, вероятно, и митрополит Сергий Строгородский действовал искренно, на благо церкви. Об искренности митрополита Сергия свидетельствуют даже те, кто очень строго судят о его действиях. Как пример можно привести церковного историка Сергея Фирсова, который в октябре всего года дал интервью на радио «Радонеж» и, не одобряя политику митрополита Сергия, однако не сомневался в его искренности и жертвенности. Но даже при искренности бывают ошибки, промахи. Господь нас смиряет и приводит к покаянию, без которого невозможно спасение. Как быстрее и неожиданны были смены патриархов. Видно из того, что с 1586 по 1654 год сменилось 54 патриарха. Какой соблазн был для окружающей.